Трейлеры Шазама обещали нам беззаботное юморное приключение, и все вокруг надеялись, что фильм оправдает ожидания и сделает расширенную вселенную DC намного более яркой. И ранние отзывы о фильме говорят о том, что создателям удалось этого добиться. И если вы хотите знать мнение рецензентов, то у фильма 92-процентный рейтинг на Rotten Tomatoes на момент создания этого ролика. Похоже, Warner Bros. удалось снять по-настоящему волшебный супергероик. Вот что сказали критики после раннего показа. Довольно много фильмов попросту забывают, что люди в основном ходят в кино ради веселья, и Шазам этим грамотно распорядился. Все критики сошлись во мнении, что в фильме очень много веселых моментов. Мэтт Сингер из Screen Crush сказал, «Он как спасение от ваших неприятностей. Вы почувствуете себя хорошо, выйдя из зала» А корреспондент Forbes Mark Hughes сказал, «Фильм очень приятный и семейный. Это радостное, захватывающее и забавное приключение» Люди будут рекомендовать его своим друзьям и близким, и многие сходят на него второй, а может и третий раз. Алан Черни из Cummingsoon.net даже сравнил Шазама с тёплым счастливым щенком. «Шазам приглашает всех хорошо провести время. У него нет подлого нутра. У фильма широкая дурашливая улыбка на лице, и вы не устоите перед тем, чтобы улыбнуться в ответ. Он как щенок, только фильм» Беатрис Верховен из The Rap написала, «Шазам – это неожиданная радость от начала до конца. В эпоху, когда Голливуд задыхается от фильмов про супергероев, мы получили фильм со свежим взглядом на жанр» Он переосмысливает человечность и отношение к зрителю. «Я хочу купить немного ваших вкусных бир, пожалуйста» Говоря о человечности, этот фильм не просто веселый, но и удивительно социально направленный, благодаря истории, в которой рассказывается о поисках Билли Бетсона своего места в обычной и супергеройской жизни. Алекс Аббат Сантос из Бокс написал, что фильм «понимает юмор и комедию, да так, что способен раскрыть трогательные идеи. Здесь дети говорят о том, что чувствуют себя нежеланными, после того, как их бросили родители, или каково это – жить с инвалидностью» Он добавил, «Шазам в первую очередь человечный. И если нам повезет, мы поймем, что можем делиться своим внутренним волшебством с окружающими» Основу фильма составляют три актера, которых критики похвалили единогласно – Закари Левай в роли Шазама, Эшер Энджел в роли его младшего альтер-эго Билли Бетсона и Джек Дилан Грейзер в роли нового сводного брата Билли, Фредди Фримана. Фрэнк Шек из Hollywood Reporter написал, «Левай идеально сыграл центральную роль, весело и убедительно играя подростка во взрослом теле супергероя» Критик Variety Оуэн Глейбервен согласился, сказав, «Закари Левай играет абсолютно правильно и неотразимо. Он использует невинность, чтобы отделить супергеройскую начинку от остального материала и позволить Шазаму раскрыться таким образом, что фильм воспринимается самой свежей историей происхождения за последние годы» Как сказал Джим Воеводу из IGN, «Закари Левай был создан ради роли супермощного мужика-ребенка» А что касается молодых актёров, Лин Сибар из Associated Press написала, «Молодые актёры в этом фильме поразительны. Они сразу же очаровывают, особенно Грейзер в роли Фредди. Он и Левай идеально подходят друг другу, а Грейзер не по годам умеет смешить зрителей своей игрой» Фрэнк Шек из Hollywood Reporter согласился с тем, что химия актёрского состава сделала фильм. Энджел и Грейзер прекрасно работают вместе, играя подростков, которых связывает радость открытия способностей Шазама. Главным человеком для фильма стал режиссёр Дэвид Санберг, который сделал своё имя не на комедиях и не на супергероиках, а на фильмах ужасов типа «И гаснет свет» и «Проклятие Аннабель за рождение зла». И все переживали, сможет ли он снять фильм совершенно в другом тоне. По мнению критиков ответ – да. Марк Хьюз из Форбс подытожил отзывы всех критиков, сказав, «Режиссёр Дэвид Санберг дал почти идеальную квинтэссенцию всего, что должно быть в фильме Шазам. Точные нюансы, эстетика и игра актёров, и добился тона и стиля, которые были необходимы фильму для достижения успеха. Я не могу не восхвалять актёрскую игру, которую он добился от актёрского состава, ровно как и его способность снять подобный относительно мелкомасштабный личный фильм, который воспринимается большим, смелым и эпичным» Само собой, абсолютно всё идеальным быть не может, и пускай критики в целом остались довольны Шазамом, были в фильме моменты, которые, по их мнению, можно было бы сделать лучше. Например, не растягивать хронометраж. Фрэнк Шек из Голливуд Репортер написал, «То, что должно было быть весёлым, динамичным фильмом на полтора часа, затянулось до невозможности на 132 минуты» Критик из Digital Spy Хью Армитаж посчитал также, сказав, «Концовка тянется дольше, чем следовало, но Шазам достаточно весёлый, так что можно закрыть на это глаза» Другой причиной жалоб стал главный злодей Доктор Сивана, которого играет Марк Стронг. Многие критики согласны, что Стронг вытянул всё, что мог из того материала, который ему дали, но, судя по всему, дали ему не лучший материал. Лин Сибар из Associated Press написала, «Доктор Сивана прискорбно не доработан, хотя Стронг изо всех сил старается играть серьёзного персонажа. По большей части он скорее воспринимается не злодеем, а занудой, который портит всё веселье Фредди и Шазама» Поклонники и критики радовались идеей того, что Шазам откроет новую, весёлую эпоху более лёгких фильмов относительно прежней тёмной вселенной DC. – Задите их, спасите Марса! – Я Бэтмен. – Отдай их! Главный редактор Фанданга Эрик Денвис написал в своём раннем отзыве, что «фильм отличается от всего, что раньше делали DC» и Хью Армитаж из Digital Spies согласился с его словами. Аквамен намекнул на смелый новый подход к фильмам DC, которые не пытаются подражать успехам Марвел. И Шазам оправдал ожидания, попрощавшись с мрачным лицом Бэтфлика. Зрители в восторге от того, как выглядит светлое будущее вселенной DC. Насколько же всё солнечно и легко? Марк Хьюз из Forbes написал, «Шазам – один из лучших фильмов о становлении супергероев DC. Да и вообще один из самых лучших и весёлых супергеройских фильмов всех студий» Что ж, судя по всему, получилась настоящая магия! Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваших любимых супергероев, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео! Фактверк Фактверк Эвой П comport Фактверк Эвой